Киевская «Динамо» в августе месяце показывала не самый лучший футбол. Футболисты «Динамо» были утомлены. Подача! Удар и мяч в воротах. 1-0. Французы открывают счет. Первый же удар по воротам сборной СССР оказался голевым и забивает тот самый высокорослый Жозе Туре, о котором мы уже пару слов сказали. Жозе Туре из клуба «Бордо». Кто-то сравнивал его с Тегана, ну и цветом кожи, и статью были они похожи. Снова Геннадий Литовченко. И опять в похожем стиле. Резаная подача! Бац! Пожалуй, ошибся на выходе. В июне 87-го в Осло французы проиграли со счетом 0-2. Яковенко. Лосев справа набирает скорость, но Яковенко играет через центр. Литовченко. Заброс в штрафную. Едва Протасов не опередил французского вратаря, но Жоль Бац оказался первым на мяче. В первую очередь Олег Кузнецов. Подача! Бац с трудом добирается до мяча. Литовченко. Удар! Рикошет! И мяч все равно не попадает в ворота. Седьмой Форжон, восьмой Туре, девятый Стопера, десятый Пасси и одиннадцатый Пулен. Французы показывают, что они не собираются отсиживаться у своих ворот. Опасный удар! Мяч в руках Удасаева. Великолепно выбрал позицию наш вратарь. Подача Яковенко. Это Геннадий Литовченко будет подавать угловой. Биланов маневрирует у ворот соперника. Подача на дальний угол вратарской. Скидка! Михаличенко! Мяч летел в ворота. Бац уже был бессилен, но с линии ворот, с самой ленточки, мяч выбил Фабрис Пулен. Давайте еще раз посмотрим этот момент. Дважды наши выиграли борьбу. Чужих ворот сначала это сделал Протасов и затем Пробил. Направляет мяч вперед. Он в очередной раз сместился в центр. Вот он и Олейников вели борьбу. Яковенко отбирает мяч у соперника. Пас в штрафную. Удар и счет становится 1-1. Алексей Михаличенко сравнивает счет, получив передачу от Олега Протасова. Яковенко, Протасов и Михаличенко втроем разорвали французскую оборону. И счет в матче сравнялся. Очень здорово проявил себя Павел Яковенко. Он здорово сыграл в отборе. Затем протащил мяч к границе с чужой штрафной. Отдал точную передачу на Протасова. И Протасов не сильно, но очень расчетливо выкатил мяч под удар. Алексею Михаличенко. Биланов там отвлекал на себя внимание Аяша. На этот раз разыграли. Далеко, конечно, было до ворот. Но вот удар. Удар, который наносит... Ну что, есть еще время для того, чтобы одну, может быть, две атаки на ворота сборной Франции организовать. Досаев вообще крайне редко выбивал мяч с ноги в поле. В основном предпочитал рукой точно вбрасывать мяч. Ну а в игре звучит финальный свисток. Ничья 1-1 в матче сборных Советского Союза и Франции в отборочном турнире к Евро-88. 9 сентября 1987 года. Москва, Лужники.